На пловца и зверь бежит, Арктику защитят люди-легушки. 8 февраля 2019 года известие. На пловца и зверь бежит, Арктику защитят люди-легушки. Боевые пловцы. Источник изображения, РИА новости, Олег Ласточкин ВМФ создает отряды подводного спецназа Минобороны развернет в Арктике несколько отрядов боевых пловцов. Они будут бороться с диверсантами противника. Боевые пловцы будут действовать не только в постоянных местах базирования Северного флота. Впервые в истории подводных диверсионных сил и средств, ПДСС, сформируют мобильные отряды для работы в местах временного развертывания сил флота. При этом людям-легушкам предстоит действовать в отдаленных районах Арктики и Заполярье в сложнейших погодных условиях. В главкомате ВМФ известиям рассказали, что на Северном флоте будет создано нескольких мобильных отрядов ПДСС, которые станут защищать корабли в районах временного развертывания с моря и суши. Такие подразделения будут находиться в подчинении командования Северного флота, отвечающего за противоподводно-диверсионную оборону. Первая воинская часть уже была сформирована в начале нынешнего года в Североморске, заступление на боевое дежурство отряда по борьбе с подводными диверсантами в Североморске источник изображения, фото, ТАСС, Федосеев-Лев. Главное здоровье подразделения ПДСС сформировано из военнослужащих по контракту. Люди-легушки, как их иногда называют на флоте, считаются элитными бойцами. Настоящий пловец может воевать не только на море, но и на суше. Все солдаты и офицеры подразделений ПДСС проходят тщательный отбор. В первую очередь они должны обладать безукоризненным здоровьем. Без него не обойтись, так как бойцы, попавшие в отряд ПДСС, проходят курс углубленной подготовки, включая водолазную, парашютно-десантную, штурмовую и даже горную. В ходе учебы бойцов ПДСС учат ловить подводных диверсантов. Угрожающих боевым кораблям, береговым сооружения военно-морской базы, личному составу ВМФ и армии, а также военным городкам. Боевые пловцы имеют на вооружение стрелковое автоматическое оружие, предназначенное для применения не только на суше, но и под водой. На их вооружении имеются двухсредные автоматы АПС, АЦ и пистолеты СПП-1. Для АПС и СПП-1 еще в СССР был разработан специальный патрон с пулей игольчатого типа, эффективно поражающий цели на глубине. Однако этот тип стрелкового оружия не так эффективен на суше. Новый АЦ превосходит АПС по кучности стрельбы на воздухе и под водой. Он стреляет специальными патронами калибра 5,4539 мм, что делает его угрозным оружием на суше. Кроме того, пловцы вооружены специальным противодиверсионным гранатометным комплексом ДП-61-ДУЭЛЬ, который позволяет уничтожать диверсантов под водой. Отряды ПДСС получают на вооружение быстроходные катера, в том числе типа «Раптор» и «Грачонок», средства разминирования, а также технические средства обнаружения и противодействия подводным диверсантам. Боевых пловцов часто прикомандировывают к боевым кораблям для их безопасности во время дальних походов и при нахождении в портах иностранных государств. Сотрудник отряда по борьбе с подводными диверсантами, ПДСС, источник изображения, фото, ТАСС, Федосеев Лев. Тренажер для диверсантов Гаджева, где размещаются подводные лодки Северного флота, недавно был открыт учебный комплексный тренажер для подготовки подводного спецназа. Он позволяет проводить водолазную, спасательную, горную и штурмовую подготовку. В этом году новый отряд ПДСС заступил на боевое дежурство в главной базе Северного флота «Североморский». Он должен защитить военно-морскую базу и корабли флота от возможных диверсий с моря и суши. Подразделения, предназначенные для ведения диверсионной и противодиверсионной войны, есть у всех ведущих флотов мира, рассказал известием военный эксперт Дмитрий Болтенков. Диверсии против кораблей важная часть борьбы с флотом противника, рассказал известием Дмитрий Болтенков. Проведением спецоперации против больших и дорогих боевых кораблей можно нанести значительный ущерб противнику, в короткие сроки обеспечив подрыв его политического, экономического и военного потенциала. По этой причине без противодиверсионных частей сейчас не обойтись. Первым подразделением боевых пловцов была рота особого назначения «РОН», созданная в 1941 году для обороны Ленинграда и кораблей Болтфлота. Этот отряд прославился летом 1942 года после уничтожения в Петергофе базы итальянских людей-легушек, собиравшихся совершить рейд в Ленинград для взрыва мостов на Неве. После войны РОН была расформирована. Современные части ПДСС ведут свою историю с весны 1956 года. Дроны против пловцов в настоящее время российские военно-морские базы и побережья зачищают от вражеских диверсантов несколько отрядов противодиверсионных сил и средств, входящих в состав всех четырех флотов, а также Каспийской военной флотилии. В Сирии бойцы ПДСС отвечают за охрану пункта материально-технического обеспечения в Тартусе. Сейчас силы ПДСС получают новые образцы техники. Вновь созданные воинские части оснащаются способными развивать до 80 км в час и действовать даже в шторм катерами типа «Грачонок» и «Раптор», а также летающими дронами «Тахион», обнаруживающими с воздуха вражеских боевых пловцов на глубине в несколько метров. Недавно на вооружение ВМФ поступила гидроакустическая противодиверсионная система «Дельбас». Комплекс состоит из гидрофонов и стандартного контейнера, где оборудованы рабочие места для операторов, отслеживающих обстановку. Гидрофоны, установленные на дне или на причалах, без труда находят боевых пловцов и подводные беспилотники. Система максимально мобильна. Контейнер можно погрузить на грузовой автомобиль, а перевезти в нужное место. Обнаружить его при перевозке и во время работы невозможно. Контейнер практически ничем не отличается от обычных. Алексей Рам, Богдан Степовой 7 февраля 2019 года Права на данный материал принадлежат известиям. Материал размещен правообладателям в открытом доступе.